добрый день друзья вы на канале мы в испании меня зовут алексей и сегодня у нас тема ролика будет почему исчезли инверторы и солнечные панели исчезают в испании об этом и поговорим самом деле в испании солнечные панели в продаже сейчас есть они продаются и достаточно много принципе инвертора тоже есть но на сегодняшний момент я хочу сказать что и солнечные панели и инвертора которые существуют их становится все меньше и меньше и почему это происходит я пытался разобраться и в принципе почти разобрался мы регулярно слышим что в китае перепроизводство чипов или потом недостаток чипов каждый из сми интерпретирует эту новость по-своему но на самом деле хочу сказать есть в этом и правда и неправда все производители которые на сегодняшний момент производят полупроводники которые особенно находятся в китае в те моменты когда был простой когда была пандемия закрывались и останавливались производства и был недостаток чипов на сегодняшний момент производства в принципе восстановилась и по той простой причине что многие производства не модернизировались в это время те панели и те инвертора которые выпускались в то время они принципе и продолжает выпускаться на сегодняшний день они присутствуют на рынке в том числе и в испании сегодня мы можем найти в любом магазине строительным или там в фирме который занимается поставкой инверторов и панелей мы можем найти инвертор панели принципе такое ощущение что все хорошо почему бы нам этим не воспользоваться сейчас происходит именно то что происходило при появлении первых электромобилей если вы знаете там общеизвестная компания которая одна из первых стала про не одна из первых одна из первых монополизировала рынок в америке электромобилей эта компания тесла они помимо того чтобы производить электромобили они начали развивать саму заряд зарядную сеть всех вот этих вот зарядок вот примерно то же самое сейчас происходит и с инверторами и солнечными панелями получается что солнечные панели уже смоделировали и сделали уже производители большей мощности и лучшего качества и так далее а инвертора которые в китае производили они производили под старое оборудование под мощность по 200 по 300 ватт и соответственно те инвертора которые сейчас есть на рынок которые сейчас присутствуют на рынке их можно поставить под старое оборудование а нового оборудования которое уже появилось на рынке под них еще нет инверторов или они очень дорогие и они очень как только появляется не сразу исчезают я буквально вчера пообщался со своим товарищем который в германии занимается именно аукционом солнечных панелей солнечных инверторов и всем остальным оборудованием которые продаются именно с функционом был оборудование и удивительно такая мысль такую информацию я узнал хочу с вами поделиться что на сегодняшний момент эта компания они в основном продают солнечные панели мощностью 200 350 ватт это был панели которые сняты из каких-то производств с каких-то заводов немецких вообще не торгуют по всему миру и искупают это оборудование по всему миру и сейчас у них основная цель была продавать это в страны снг и третьего мира таких как африка и так далее и вот я спросил что сегодня у них есть панели мощностью там 72 77 ватт по цене 10 евро за штуку это конечно просто колоссальная скидка но на сегодняшний момент они никому не нужны и поэтому не так дешево и стоят и появились также панели уже мощностью 200 и 350 ватт получается что те панели которые сейчас присутствуют на рынке они уже все устарели и те новые панели которые уже выпустились которые они появляются на рынке их нельзя использовать потому что у нас инвертор также устарели как эти панели и что сейчас происходит так называемое купить сейчас дешевле но хуже или подождать немножко купить впереди дороже но лучше сейчас об этом тоже поговорим на последней выставке по энергетике было заявлено что он сегодня китай уже настолько захватил рынок производства в том числе и панели и инверторов и я вот как раз я выписал что из китая сегодня европа и китай экспортирует в европу 53 процента оборудования это инверторы и солнечной панели азия вся 24 процента америка 16 процентов америка 16 процентов экспортирует экспортировать стали меньше потому что в америке сейчас убрали тариф в этот возврат в сети не знаю кто живет в америке в канаде напишите так ли это но это я прочитал из сми и ближний восток 6 процентов африка всего один процент то есть основные потребители сейчас солнечных панелей инверторов это китай европа и америка и вот опять же вернемся что сейчас происходит я считаю что сейчас происходит затишье перед бурей то есть те технологии которые уже усовершенствовали в том числе и панели инверторов они уже есть завода уже готовы производить это рос цен на электроэнергию подстегивает всех пользователей перейти на все-таки на солнечной панели и люди постепенно к этому приходят и также если исследовательский институт провел исследование как будет зависеть стоимость солнечных панелей и рост спроса до 2030 года и очень удивительно если получится я вставлю эту картинку то есть получается что цена до 2030 года на солнечной панели будет падать но это имеется ввиду цена за завод то есть сейчас нормальная цена где-то 30 центов за один ватт солнечной панели может посчитать умножить там на 450 или 540 так далее и связи с этим я считаю что динамика цена спрос на солнечные панели она в принципе оправдана потому что именно в двадцать втором году уже китай поставил солнечных панелей инвертором на 240 гигаватт то есть это уже колоссальная сумма уже процент увеличения перешел уже в двухзначные цифры и получается что это будет только расти в принципе мы это и наблюдаем сейчас в испании и вот вернусь к вопросу который в начале ролика сказал это дешево и хуже или дорого и лучше в будущем и я считаю что сегодня в принципе те панели которые сейчас появились уже в продаже 650 670 ватт они рассчитаны на коммерческого на промышленного потребителя то есть те заводы опреснительные установки фермеры гражданская строительство нефтегазовый сектор по процентном соотношении сейчас основные потребители вот этих вот солнечных панелей которые только появились это нефтегазовый сектор коммерческая недвижимость и фермеры фермерские хозяйства то есть получается в принципе если вы хотите установить солнечную панель на или солнечную электростанцию на свой дом то и вы готовы уже сейчас то есть принципе вы можете и устанавливать ее и пользоваться у вас не такие совершенно мощности которые нужны допустим для коммерческого предприятия а если у вас допустим сейчас коммерческое предприятие какой-то там ну словом там автосервис не знаю там отель то может быть может быть есть смысл и немножечко подождать и все-таки подобрать оборудование такое которое вам принесет большую пользу и большую выгоду ну и в итоге на рынке сейчас я вот стал смотреть что ну допустим по солнечным панелям те которые панели там 450 ватт их уже остается все меньше и меньше заменяют новые модели большей мощности и такое ощущение что вот именно сейчас рынок подбирает вот от все остатки которые остались от производства и быстренько все избавляется потому что эти дилеры которые занимаются поставкой оборудования они не закупают большое количество то есть они покупают минимальное количество которое предназначено числе для продажи и я считаю что ближайшее время произойдет какой-то вот бум поживем увидим посмотрим что до что в данный момент переходный период потому что идет и замена оборудования потому что инвертора те которые выпускались ну словно там на 11 на 12 ампер сейчас новые идут на 18 и больше и соответственно солнечные панели те которые были 9 там 12 амперные они сейчас пускаются 18 амперными и связи с этим вот этот вот затишье перед бурей как я считаю что наверно сейчас именно есть затишье перед бурей что пойдет новый виток развития солнечной энергетики пойдет новое оборудование так как уже новое оборудование пошло на коммерческие объекты она естественно сейчас наполнит коммерческий рынок и перейдет естественно на физиков на домашнее хозяйство и скоро мы увидим очередной рывок и прорыв чем скажем так и для пользователя лучше вот эти вот новые технологии новые панели тем что условно одно им одна панель с одним креплением может заменить там в два раза в два раза ту панель которую вы ставите сейчас себе то есть соответственно значительно меньше уходит дополнительного оборудования проводов крепление и так далее то есть в целом сокращается монтаж до стоимость монтажа остается тоже но вы экономите именно на попутных вот этих вот материалов которые идут так что кто вот я лично по себе хочу сказать если вот у нас допустим до 2026 года тариф достаточно выгодный и бердролы то есть принципе у нас еще есть время подумать у кого уже срок подошел и вы уже платить очень дорого по большой цене ну конечно сейчас лучше переходить использовать то что есть и пользоваться этим те кто в принципе только думают об этом в принципе у вас еще есть время я думаю бум нас наступит где-то с двадцать пятый тридцатый год это будет самое большое развитие именно солнечной энергетики здесь в испании так что друзья надеюсь эта информация с которой я вам с вами поделился будет вам полезно поживем увидим посмотрим мы держим руку на пульсе кто недавно подписался на наш канал не забывайте ставить лайк и подписываться не подписался всем привет до новых встреч татьяна алексей а